Продолжение следует... ...зависит от волевых качеств спортсмена, его соревновательного опыта и трудолюбия. Все сильнейшие толкатели ядра обладают хорошей прыгучестью и быстротой движения. Современная техника толкания ядра предполагает оптимальную скорость передвижения в скачке, мощное финальное усилие, а в итоге максимальную дальность полета снаряда. Продолжение следует... Действия спортсмена в толкании ядра условно можно разделить. Надержание ядра... Замах... Разгон и финальное усилие. Наиболее распространенный способ разгона — скачок на одной ноге. Есть еще один способ разгона — с поворота. Отличительная черта этого способа — возможность достижения высокой скорости разгона тела метателя, а значит и снаряда. Однако этот способ применяется реже в связи с координационной сложностью выполнения поворота и финального усилия. В нашем фильме мы будем рассматривать технику толкания ядра только с прямолинейного разгона. Обучение техники толкания ядра начинается с изучения держания снаряда. Ядро кладется на основание пальцев и легко прижимается к правой стороне шеи под ухом. Чтобы почувствовать связь тела со снарядом, необходимо повернуть к нему подбородок, слегка натянуть левую сторону шеи. Для того, чтобы правильно выполнять толкание ядра полностью, необходимо изучить основные узлы движения, самым важным из которых является финальное усилие. Целесообразно начинать изучение финального усилия, толкая ядро с параллельных ног. Исходное положение ноги на ширине плеч. Немного скручивая туловище, слегка прогибаясь в спине и подседая на ногах, метатель выталкивает снаряд, обязательно сохраняя вертикальное положение. Взгляд направлен на предполагаемую точку приземления ядра. Направление разгибания локтевого сустава совпадает с углом вылета снаряда. Отставляя правую ногу назад, опираясь на носок и сохраняя последовательность действий, спортсмен приобретает умение прикладывать усилия к снаряду хлестообразной работой кисти и пальцев. Толкание ядра боком. Спортсмен усилием вверх разгибает ногу с одновременным распрямлением локтевого сустава и выталкиванием ядра вперед. Полное финальное усилие складывается из трех основных действий. Вращательного подъема таза ногами, поступательного хлеста туловищем и отталкивания рукой. Длится оно не более четырех десятых секунд. Поэтому необходимо предельно рационально использовать усилия всех двигательных звеньев. Рассмотрим последовательность работы мышц при толкании ядра. Каждое двигательное звено включается в работу через какое-то мгновение после включения предыдущего. Но выключаться из работы должны одновременно и как можно позднее, чтобы к ядру был приложен максимум силы. Как же на практике концентрируются усилия по направлению выталкивания? Стрелки указывают в каком направлении и по какому пути рекомендуется передвигать отдельные точки в системе толкатель-ядро. Все эти точки двигаются в данном порядке в общем направлении по пути разгона и выталкивания ядра. В финальном усилии правая нога выпрямляется одновременно с активным поступательным поворотом таза. От этого движения во многом зависит дальность полета ядра. На рисунке светящаяся точка обозначает центр натяжения на теле спортсмена. Каждое двигательное звено должно создавать натяжение и опору для следующего звена. Причем последовательность действий здесь играет чрезвычайно важную роль. В финальном усилии особое внимание следует обратить на положение головы и левой руки спортсмена. Пуловище удерживается в вертикальном положении. Вращение левой стороны тела, которое является опорной, приостанавливается. Сохраняется направление взгляда по траектории вылета ядра. В разгон включаются все действия толкателя после окончания группировки, до того момента, когда после безопорного разгона толкатель правой стопой снова коснется опоры вблизи центра круга. В одноопорном разгоне практически одновременно совершается мах левой ногой и отталкивание правой по направлению толкания ядра. На рисунке показано направление движения маховой ноги. В безопорной фазе разгона происходит своеобразная стыковка, связка разгона с началом финального усилия. Поэтому после одноопорного разгона нельзя допускать ни малейшего снижения активности действий. Во время выполнения безопорного разгона следует сохранить оптимальные углы сгибания всех двигательных звеньев для того, чтобы быть готовым незамедлительно начать финальные усилия. Замах включает в себя исходную стойку, взмах и группировку. Движение замаха должно быть плавным, чтобы сохранить расслабленность мышц и устойчивость всей системы. Внешне замах выглядит как бы несколько замедленным. Из исходной стойки нужно опустить ядро как можно ниже. Спина при этом сохраняет горизонтальное положение. Приблизить левую ногу к правой, немного присесть на опорной ноге и приблизить грудь к бедру. Затем наклоняя туловище слегка вперед, положение ласточка, сделать взмах левой ногой и продолжить движение до полной группировки. Руки и ядро следует располагать в одной плоскости, близкой горизонтальной. Пальцы перпендикулярно продольной оси шеи, правый локоть в стороне, а левая рука выпрямлена перед грудью. Мы закончили разбор основных составных элементов техники метания ядра и теперь рассмотрим специальные упражнения, конкретизирующие и совершенствующие мастерство метателя. Упражнения с набивными мечами. Цель этих упражнений приобрести навык точного приложения усилия к снаряду, почувствовать опору ног и закрепить положение, соответствующее вылету снаряда с кисей. При этом отрабатывается синхронность работы рук и ног, а также чувство направления усилия. Все эти упражнения выполняются в различных модификациях. Толчки двумя руками и одной рукой вперед и вверх с параллельных ног и с правой ногой отставленной назад. Спортсмен должен следить за тем, чтобы усилие начиналось с ног. Левое плечо не опускалось влево-вниз. Левая нога не должна сгибаться в тазобедренном и коленном суставах. Выполняться данные упражнения могут 3-4 раза по 10-12 толчков в каждой серии. Здесь необходимо концентрировать свое внимание на правильной последовательности усилий, начиная с движения таза. Исходное положение – ноги на ширине плеч. Удерживая гирю двумя руками на груди, наклониться и повернуться к правому бедру. Выполняя захват снаряда на себя, вернуться в исходное положение. Выполнить тоже в другую сторону. Дозировка, как и в предыдущем упражнении. Выполнение толчка требует большой мощности. И эффективность его выполнения во многом зависит от уровня специальных силовых качеств метать. Поэтому многие вспомогательные упражнения носят силовой характер. Одно из них – наклон с грифом на плечах и за сходной стойки ноги на ширине плеч. Следить за последовательностью выпрямления ноги, позабедренный сустав, туловище. Не следует применять чрезмерные отягощения, нарушающие последовательность работы двигательных звеньев, соответствующих технике финального усилия. Выполнять упражнения можно 2-3 серии по 8-10 повторений. Чтобы научиться вести локоть правой руки по нужной траектории движения, применяют медленное выталкивание одного конца грифа от штанги. Исходное положение, как в начале финального усилия. Последовательность движений та же. Выполняется по 2-3 серии до 15-20 повторений в каждой. Таким же образом можно изучать движение левой руки вверх-вперед. В этом случае свободный конец грифа поднимают левой рукой, хватом сверху. Верхний конец грифа можно отягощать замком или дисками от штанги маленького диаметра. Исположение группировка осуществляется разведение бедер, мах левой ногой назад с отталкиванием правой. При этом возникает скольжение правой стопы на опоре. После подтягивания под тело правой стопы нужно возвратиться в исходное положение и повторить упражнение. Положение туловища и рук соответствует положению разгона при толкании ядра. Повторять многократно 3-4 серии по 6-8 повторений в каждой. Контролировать положение маха, положение спины, угол сгибания правого коленного сустава. Исходное положение тоже. Многократные ускоренные маховые движения левой ногой назад. Спортсменка занимает положение барьерного седа. Затем производит переказ с поворотом. Тоже выполняется в другую сторону. Для отработки умения перемещаться назад, повышение координационных возможностей применяются прыжки с места назад и бег назад. Мышцы, задействованные в разгоне, хорошо тренировать, выполняя выпрыгивание со штангой. Последовательно, все стадии замаха выполняются из исходной стойки, контролируя при этом устойчивость всей системы. Эти упражнения выполняются для улучшения координации движений и чувства равновесия. Следует занять исходное положение после группировки. совершить повторные выпрыгивания вверх, выполняя при этом маховые движения левой ногой. Тоже упражнение выполняется с махом двумя руками. подскоки в положении ласточка выполняются со сменой ног. ласточка 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Упражнение для развития двуглавых мышц плеча... Подтягивание штанги к груди в наклоне различным хватом необходимо выполнять в различных темповых режимах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Упражнение для развития мышц спины и брюшного пресса. Ноги закреплены за шведскую стенку. Здесь колесообразная максимальная амплитуда движения. Одно из основных упражнений для развития силы мышц нижних конечностей — приседания и полуприседания со штангой на плечах и на груди. При выполнении этого упражнения мышцы спины должны быть напряжены, то есть спина прямая. Рекомендуется изменять темп выполнения упражнения, время подхода и интенсивность, вес штанги. Модификация этого упражнения — приседания со штангой на плечах и груди, ноги в стороны. Выходы со штангой на плечах на каждой ноге. Первое движение начинается от движения таза. Для этого подбородок поднят и спина сохраняет вертикальное положение. Ходьба выпадами со штангой на плечах. Особое внимание концентрируется на положении спины и на вставание на опорную ногу, которое должно осуществляться продвижением вперед таза, а не плеч со снарядом. Повторение до 50 раз в течение тренировочного занятия. Выпрыгивание с гирей в руках. Туловище необходимо держать в вертикальном положении. Броски ядра вперед и через голову спиной вперед. При выполнении этого упражнения обратите внимание на начало движения, которое начинается с ног. Спина выпрямлена. Бросок заканчивается полным выпрямлением ног и рук. Вес снаряда выбирается с тем расчетом, чтобы технически правильно выполнять бросок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Разнообразить это упражнение можно метая гирю одной рукой. Метание ядра из-за головы двумя руками. И толчки гири от груди двумя руками. Здесь необходимо следить за тем, чтобы движение начиналось с активного разгибания ног и заканчивалось их одновременным выпрямлением с захлестом рук. Метание гири сбоку. Руки со снарядом должны быть выпрямлены, а амплитуда движений максимальна. Спортивное мастерство метателей является итогом многократных тренировок. На соревнованиях все затраченные усилия складываются в победу. Съемочная группа фильма благодарит мастера спорта международного класса, призера Олимпийских игр, неоднократную чемпионку Советского Союза Светлану Крачевскую и желает ей новых побед. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Я встречусь! Продолжение следует...